Дмитрий Лошагин останется за решеткой до ноября. Сегодня областной суд не стал менять меру пресечения. Фотограф по-прежнему главный подозреваемый в убийстве своей жены, модели Юлии Прокопьевой Лошагиной. Апелляция адвокатов была отклонена, а следствие предоставило новую улику. Футболку, погибшей в бурых пятнах, ее нашли во время обыска в семейном лофте. По версии обвинения на одежде, предположительно, пятна крови. Я считаю, что футболка, по-прежнему вроде чая, извините, не может быть никаким образом доказательством в моей причастности. Самого Дмитрия Лошагина в зале суда не было. Видеотрансляция велась из СИЗО номер один Екатеринбурга, куда фотографа перевели из Первоуральска. Адвокаты настаивали на освобождении подсудимого, ведь в деле очень много нестыковок. Так, например, билеты до Симферополя, купленные Лошагиной после исчезновения жены, были в оба конца. Дмитрий планировал вернуться в Екатеринбург. Здесь у него была намечена фотосессия для модного журнала. Кроме того, защита настаивает на проверке данных биллинга телефона обвиняемого. Разница между сигналами из села Новоалексеевская, возле которого нашли тело Юлии, и вторым сигналом за фиксированной станции в Екатеринбурге всего 11 секунд. И еще предстоит разобраться, что это, сбой технический или юридический. А пока адвокаты готовят новую апелляцию. Активная работа в рамках уголовного дела, разработка и проверка различных версий совершения этого преступления, кем бы то ни было. А что касается сегодняшнего судебного акта, то очевидное его обжалование, конечно же. Субтитры создавал DimaTorzok